Здравствуйте! Сегодня, в очередном выпуске городского альбома, речь пойдет о меценате, человеке, который очень много сделал для города Мелитополя, это Илья Борисович Стамболи. Так вот, эта программа посвящается ему и его потомкам. Как листки календаря переворачиваем мы столетия за столетием. И лишь память, архивные документы, да потомки, живущие ныне, напоминают нам о днях минувших. Этот такой большой, ныне холодный и опустевший зал, в котором мы сейчас с вами находимся, напоминает мне о начале нашего века. Когда наш с вами подруг Стамболи Илья Борисович, очень много средств вложил в создание и постройку на этом месте концертного зала, который в дальнейшем назывался Театр Стамболи или Зимний театр. В моих руках документы от 17 сентября 1907 года читаем прошение об устройстве в городе Мелитополе на собственном дворовом месте помещения для концертного зала по Воронцовской улице. Постановили проект одобрить при условии, чтобы потолочное перекрытие лестничной клетки было не сгораемым, все двери должны открываться наружу, зал должен иметь или искусственно подогреваемую, или электрическую вентиляцию. И вот так велением Мелитополской горы правой и строительного отделения Тавричества губернского управления от 17 сентября 1907 года было решено построить театр. Репертуар Театра Стамболи был самым разнообразным. От оперных певцов, талантливых скрипачей, великолепных спектаклей Театра Опереты до ярких, талантливых, незабываемых сцен спектаклей Санкт-Петербурга, одним из которых был спектакль «Свадьба Кричинского». В Мелитополе тех лет приезжие артисты находили приют, удобную сцену благодарных рукоплещущих зрителей. Духовная жизнь города постоянно подпитывалась широчайшим и щедрым меценатством в Стамболе. Однако отдых и насыщение просило и тело. Так вот летний сад, знаменитый своим удобством и комфортом, тоже принадлежал Илье Борисовичу в Стамболе. Как мы уже заметили в начале передачи, о прошлом нам напоминает лишь память, архивы и иногда потомки, которые, к счастью, живы и здравствуют. Представляем вашему вниманию внучку Ильи Борисовича Стамболе Нелли Яковлевну Хромцову. Он оставил все, забрал дочь с собой и уехал с ней в Турцию. Похоронен он в Стамболе. Все остальные остались здесь. Все остальные остались здесь. Он уехал для того, чтобы устроиться там и забрать семью. А потом так все случилось. Вот это бабушка, вот это она, это она с моим папой. Ну а в каком году вы известие получили о том, что уже его нет? А вот она сейчас расскажет. Вот это старшие братья и Шорочка. Вот это тоже три старших брата. Папа мой здесь самый младший. Папа мой здесь самый младший. Как звали папу? Яков. Яков Ильич, да? Ага, Яков Ильич. Вот эта Шурочка большая была. Когда конформация начиналась, это вот день урожая праздновали они как-то. Вот это наш дедушка. Действительно, перед вами, уважаемые телезрители, Илья Борисович Стамболе. Табачный король, как его называли в Европе, владелец феодосийской табачной фабрики. Когда мы приехали на табачную фабрику, они презентовали еще коробку папирос, старых у них юбилей был. Директор меня преподнес. И мы уже поднимались с ним на второй этаж, а еще у входа зашли. Я так вот закашлялась. Тут сразу дробилка, табак они получили из Индии. И он говорит, ничего не бойтесь, ничего не будет. У нас единственное предприятие, где нет профессиональных заболеваний легочных. Здесь такая вентиляция, мы боимся ее трогать. То есть старая еще вентиляция. Старая вентиляция. Там она же такая миниатюрная была. Вот это где фабрика? Это один квартал, тут весь двор и все, все складские, все помещения, все заехало. И там дедушка жил, у него на втором этаже была комната. Вот понимаете, вот здесь вот арка была, въезжали грузовые машины. То есть прямо на товарной фабрике на самом? Да, вот здесь же, вот это вот здание все было, здесь работали. Здесь квартал пошел жилой, там жилой. А здесь вот с этой стороны такой вот дворик небольшой въезжали, вот это два этажа рабочих было. Сейчас там тоже борются люди, у которых есть деньги. Это в центре города, хотят делать гостиницу. То есть вы купите это помещение? Да, вы купите это помещение, вы же посмотрите, какие стены. Ну а как власти? Они после пожара. А властям деньги нужны. Кому деньги не нужны, да? Старые постройки нынче на расхват. Здание табачной фабрики вызывает массу споров, кому достанется. Интересно, что в числе претендентов на него наследники не значатся. Ну а бывшая дача в Стамбуле – это совершенно уникальное архитектурное сооружение. Одно время врач Довженко пользовался здесь алкоголиков и табакозависимых. Ну вот ведь парадокс. Хозяин – табачный король, а дача – место борьбы с табаком. Кстати, очень необычайна ковка лестничной ограды на этой даче. В нее входят части тела трех животных. Слона любил Стамбуле, потому что он большой и добрый. Тигра – потому что он сильный. Орла – так как он гордый. В 1985 году Нелли Яковлевна была в гостях на даче. Довженко пригласил ее. Он работал тогда там. И все время спрашивал, где же хранится золото. Есть предположение, что в одной из башенок, оригинальных башенок дачи, вот оно и хранится. Сейчас в этом здании Азово-Черноморский банк. Кстати, здание как в воздухе нуждается в реставрации. Везде вот это Феодосия, вот путеводитель. И здесь вот указано, лучшее здание города Феодосии. Вот видите, посмотрите. Это дача. Да, дача Стамбула. Ну а вы вот еще и при его жизни, вы гостили там у него? Нет. Нет, не приходилось. А в Новом году кто? Кто мог думать? Я была портором. О чем я могла говорить? Сейчас октябрь? Да, да. А дальше за октябрем, вот там помещение идет. Вот это жилое помещение, там же наши жили. Вот в продолжение октября, там когда-то был клуб госторговли. Вот это там когда-то наши жили, это там все няньки жили, которые кормили детей. Бабушка сама не кормила детей, няньки были. У нас долго еще при немцах мама кормила, это Наталья Петровна была, какая-то, которая кормила нашего папу. А вообще семья была обеспеченная? Да. Меценат была обеспеченная, у них у всех, ну во-первых, он же меценат был хороший, он же, по-моему, содержал вот эту гимназию, как женская гимназия была. Вот даже Заматаева, когда передается, она говорит, что вот к празднику в Стамболе подарил гимназии там 30 рублей для малообеспеченных девушек. Вот это тетя Шура, которая приехала к нам из Турции, вот, и она привезла, вот она похоронила, вот она привезла, вот памятник дедушке в Стамбуле, где он похоронен. В общем-то и там похоронили его как почетного гражданина? Ну вот так, белый мрамор. А родственники там сейчас живут? Никого нет, она одна, и она уже умерла в 89 году, мы не успели ее забрать. Мы собирались ее оттуда забрать. Ну, Илья Яковлевна, а вот театр здешний, Мелитопольский, он был создан в Стамбуле или на его деньги? Как это все выглядело? Ну, я же не знаю как, вот театр был в Стамбуле, они там жили, и папа всегда говорит, что они всегда бесплатно бегали на все концерты, все, что со слов папы. Папа был третьим сыном, все-таки он у нас старший был. И вот и Заматаева говорит, что папа нанял, как сказать, архитектора, строителя какого-то. И вот где-то в газете есть, я говорю, неужели это правда, в месячный срок, в месяц и 10 дней было в черне выгнано здание, вот вы его заматаева спросите, у него этот материал есть. Было сделано в черне здание этого театра, так быстро его построили. Вот вы видите, вообще по архитектуре он такой человек одаренный, видно, дедушка был. Это была его мечта, медтеатр в городе? Просто как медсенатство? Да, ну вот он любил культуру, он эту вот женскую гимназию, он содержал в библиотеку, он покупал туда книги, постоянно поставлял, чтобы могли учиться, но я знаю. Ну а как в театральной труппе? Кто-то в этом театре играл? В этом театре были приездные гастроли. Так вот, недавно преподаватель нашего института Феррис в Ленинке работал и приехал отсюда и говорит, я поражен. В Ленинке хранится репертуар оперный, театр Астамболи. Я, говорит, удивился. Ну, значит, значительно это что-то было, естественно. Ну, потому что немного тогда их было. Все-таки, наверное, не мог неграмотный человек заниматься. Он же не поставил, не поставил же он сапожную лавку, правда, для бизнеса. И не построил бы он вот такую дачу, которая сейчас считается памятником архитектуры. А впечатления какие-то детские остались, нет? А, дедушка, я не знаю, я родилась значительно позже. У меня впечатления все остались от того, как приехала тетя Шура. Все с этим связаны с вами. Да, все с этим связаны, потому что мы вот с ней были у турецкого посла. А у меня тогда катаска готовилась защита диссертации. Как раз была партором института. Мне было не до этого, мне даже стыдно, мне нельзя было даже говорить. Я тетю Шуру привела на празднование 7 ноября, 50 лет советской власти. Ну, а наш журналист, она мне говорила, возьми паспорт и приезжай, не бери только на Турцию, возьми просто заграничный паспорт. У меня конторы в Италии, во Франции, в Англии. Я тебя провезу по всей Европе. Потому что если ты возьмешь только на Турцию, то будет сложно это сделать. А вот так приезжай. Но мне ж нельзя было, муж защищался, маленькие дети. И вообще, как это, знаете, это сейчас вот так, свободно все. В наше время как-то это было очень проблематично. И потом каждый боялся, я же говорю, я очень стеснялась, когда вспоминали мою девичью фамилию. Трудные ведь годы были. Мама тоже пережила много, мама русская, тоже, говорит, приходили с обыском, искали какой-то пистолет все время. Когда, говорит, никогда в жизни не было никакого пистолета. И вообще мне все, вот даже наши, я уже больше 30 лет в институте работаю. Все говорят, вот как ты после этого, и у тебя нет зла на советскую власть. Почему? Я выросла. У нас вся семья трудилась, не было лентяев. Видимо, и дед такой же самый был. Потому что вот, а вот что, мне еще в Феодосии что сказали, что в свое время в Феодосии начал он табачное дело. Он клеил гильзы для папирос. Все понятно. Вот. То есть сам он начинал. Да, он начинал, да. Вот тогда мне еще догнал меня наверху, механик. Я говорю, ой, мне сказали, что внучка в Стамбуле приехала. Я, говорит, боялся, что я вас пропущу, так и не догоню. И догнал, и тоже видишь, что я догоню. Он говорит, не стесняйтесь. Я не работал, я не знаю в Стамбуле. Мой отец работал в Стамбуле. Он жив. Но они помнят его. Он до сего. Да. Они, между прочим, сказали, что он лучше, я боюсь, чем Айвазовский. У нас современный. Он говорит, понимаете, да. Он говорит, он все оставил городу. Айвазовский оставил фонтан тогда, когда уже было безвыходное положение. А он, говорит, все оставил. И вот сколько было на фабрике девушек. Он говорит, каждую выдавал, как свою дочь замуж. Не с таким приданным, но каждую девушку он выдавал с полным хозяйственным приданным. Вот в этом федосите все очень уважают эту фамилию. Очень надеемся, что мелитопольцы после сегодняшней программы городской альбом воздадут должное своему щедрому и любящему родной город соотечественнику Стамбуле. А ныне... Тихо и мрачо этот опустевший театральный и концертный зал. Кому, впрочем, сейчас есть дело, что наши дети, возможно, даже не узнают никогда, что такое театр вообще. И никогда не услышат прекрасные, чарующие звуки великолепной музыки. И никогда не будут знать, что такое рукоплескать и вызывать на бис. Да, действительно, никому нет этого дела. Остается только справить сегодня медленно умирающим искусством театральной и культурной жизни нашего города Панихидов. Создатели программы городской альбом, телекомпания МТВ+, благодарят работников городского краеведческого музея, директора Петрова Ларису Александровну, за помощь в создании программы и предоставленные архивные материалы. Заканчивая очередной выпуск программы, хотелось бы сказать, Хорошо было бы, если бы богатые мира сего оставляли о себе только добрую память. На этом очередной выпуск закончен. Всего вам доброго. До свидания.